РОТОР! 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 В центре нашего сегодняшнего внимания РОТОР. Начиная с следующего тура, практически все доминирующие московские команды вследствие переносов пропустят по одной игре. И у Волжан появится шанс возглавить таблицу со старта. Роман Трушечкин с волгоградскими впечатлениями. На старте нового сезона целый ряд обстоятельств формируют повышенный интерес к волгоградскому РОТОРу. Этот клуб уже несколько лет ходит в фаворитах, и второе место, занятое волгоградцами в прошлом сезоне, в свете новых событий могло бы стать пропуском в Лигу чемпионов. Это связано с выступлениями московских «Спартака» и «Локомотива» в Еврокубках. По той же причине ближайшие игры основных конкурентов РОТОРа в чемпионате России были перенесены. И перед командой Прокопенко открылся путь для одиночного стартового рывка. Определенные сложности оценки стартового потенциала РОТОРа связаны с тем, что сезон только что начался. Волгоградцы сыграли на выезде с Росельмашем, и итоговый счет 2-2 здесь воспринимается не как приобретение очка, а как потеря двух. Хотя есть и некоторые усложняющие обстоятельства. Например, опыт предыдущих российских чемпионатов показывает, что домашние игры Росельмаша — это особый футбольный жанр. Там и лидеры, и аутсайдеры обычно по многу пропускают и забивают. Поэтому анализ возможностей РОТОРа через ростовскую призму приравнивается к эффекту кривого зеркала. Собственно говоря, характеристика стартового потенциала Волгоградского клуба по определению не должна опираться на эмпирические костылеанализы его игры. Вполне достаточно суммарного знания о футболистах и царящих в Волгограде настроениях. Кадровая политика РОТОРа в последнее время содержит консервативных черт гораздо больше, чем революционных. Даже со скидкой на банальное суждение о том, что все клубы стремятся приобретать игроков и по возможности их не терять, прошлогодний состав Волгоградцев практически не изменился. Прокопенко не имеет оснований жаловаться на потери ключевых игроков и необходимость начинать сезон с несыгранной командой. В межсезонье РОТОР покинули Жуненко и Нидергаус. И определение лидер команды можно было бы присвоить по сути дела лишь последнему. Да и то с оговорками, ведь в 97 году для Нидергаус обычным делом было не попадание в основу. И его отсутствие в передней линии компенсировалось многообещающими зерновым и зубко. Кроме того, в качестве олицетворенной стабильности в команде остался Веретенников с его рекордной сотней голов в российских чемпионатах. Последний из них стал сезоном стремительного прогресса для другого волгоградского сторожила Есипова, который после ухода Корнееца закрепился на позиции правого Хаббека и превратился в настоящий двигатель скоростных командных маневров. Остался в РОТОРе Иберкетов универсальный центральный защитник, давно вставший игроком параллельно двух основных составов – в молодежной сборной и в Волгоградском клубе. Примечательно, что с командой Михаила Гершковича связана судьба и трех самых ярких новичков РОТОРа. Михаил Осинов, ставший в своем дебютном сезоне в Уралмаши одним из лидеров, призывался в молодежку и впоследствии, когда Екатеринбургский клуб опустился в первую лигу. Да, с Уралмаши, когда я перешел в Макаби, я был, как я оценил свои возможности, процентов, наверное, 70-х и готов. Я в Уралмаши полностью себя не отдавал. Я, потому что, когда хотел сюда сразу перейти, меня, когда сюда приглашали, не стал так с собой заниматься. И вот, когда в Макаби перешел, уже оценил свои возможности, что уже я полностью выкладывался там. И сейчас я считаю, что я процентов на 90 готов. Алексей Бахарев провел в «Спартаке» сезон неподдающейся однозначной оценки. Однако на его регулярных появлениях в составе молодежной сборной это не отражалось. Николай Олейников попал в поле зрения Гершковича относительно недавно. Он был в молодежке, экспериментальным составом, выступавшей вне конкурса на последнем Кубке Содружества. С одной стороны, привлечением в команду целой группы молодых игроков Прокопенко дает понять, что соображения работы на перспективу для него немаловажны. С другой, вся приглашенная молодежь такого уровня, что вряд ли целесообразно держать ее на скамейке. Фигура Бенемина Сазелькевича – одна из основных координат, обозначающих сферу интереса к Ротову. До сих пор окончательно неясно, как распределяются роли в его тандеме с Прокопенко. Диалектический принцип принятия решений вряд ли применим к тренерской работе. Не похожий на то, что Сазелькевич с Прокопенко поделили круг обязанностей и не вмешиваются в дело друг друга. Скорее всего, литовский специалист выполняет функции тренера-консультанта с правом совещательного голоса. В таком случае Прокопенко и Зелькевичу должны сходиться в большинстве пунктов своих тренерских концепций. Когда все идет гладко и хорошо, это уже, наверное, не совсем все хорошо, я так считаю. Но пока таких разногласий не было, и мы советуемся. Но смотря как этот вопрос преподясни, если ты его преподносишь с глубоким знанием, все смысленно, и преподаешь, тогда, наверное, ни один человек, здравомыслящий, никогда не сможет спорить насчет этого. Я думаю, что это зависит от того, кто преподносит вот это. В позитивной череде стабильности старых лидеров и появление перспективных новичков, неожиданно и не кстати дало сбой вратарское звено. За несколько дней до старта чемпионата сломался основной галкипер Захарчук, и первым номером стал нераскрученный Каримов. При любой кадровой политике вратарский вопрос стоит особняком, требует исключительного подхода. Ведь его природа изначально консервативна, всякое тренерское утверждение о том, что в клубе два равноценных галкипера относительно. Только заняв место первого вратаря, второй становится с ним вровень. Я могу играть таким образом, вызовет Захарчук. Если ты будешь играть на стабильном уровне, Захарчук будет бороться за место в основном. Так жизнь устроит. Перемены, происходящие в роторе, можно рассматривать с позиции столкновения привычного и стабильного, которому, однако, все время чего-то недоставало для окончательного и бесспорного успеха, с новым, способным обогатить команду свежими идеями и исполнителями этих идей. Такое скрещивание не просто в большинстве случаев дает положительный эффект. Оно продиктовано объективной необходимостью давно назревших изменений. Ротор два сезона подряд останавливался в считанных шагах от золота чемпионата. Повторение сценария в третий раз может стать причиной катастрофического и труднопоправимого надлома. Стабильность последних лет, она говорит о том, что все-таки не так плохо. И все плохо у нас. Так ведь, нет? Не даже просто занимать второе, третье место в российской линии. Вот поэтому, ну, говорит, что мы на верном пути, все будет из-за... Но этот сезон, конечно, многое покажет. Многое покажет.